По территории Луганской Народной Республики силовики открывали огонь трижды, сообщили в местной народной милиции. Наиболее сильно обстреливали город Первомайск. Там снарядами повреждено пять домов ранена женщина. Подробности у нашего корреспондента Ирина Куксенковой. Первомайск расположен фактически на линии разграничения. Со всех сторон город окружен позициями украинских силовиков. Минувшей ночью впервые с момента подписания Минских соглашений украинские артиллеристы обстреляли жилые кварталы. Семья Богатских сегодня с самого утра за работой. Разбирают завалы, чинят крышу, устанавливают пленку вместо выбитых стекол. Хозяйка вынесла 20 мешков с мусором. Говорит, что в дом попали четыре мины. Чудом никто не пострадал. Дом, флигель, вот кухня. Все, дам, дам, туалет. Уроды стреляли у тебя. Это вчерашние подарочки. Как они только остались живые в гараже. А за гаражом вот такая вот яма. А возле гаража лежали вот такие вот бревна. Вербу попияли. Ну, вот такие вот. Их все в клочья разнесли. Еще три мины разорвались во дворе соседнего дома. Татьяна Цибенко успела после первого взрыва забросить маленькую внучку в подвал. Осколки от второй мины попали в нее. Начался обстрел. Внучку быстренько в погреб отправила. Но ребенок был раздетый после душа, мокрые волосы. Я начала ей бросать одежду. Пока я по двору бегала из дома в подвал бросать это все, тут меня и накрыло. Осколки падали. Взрывы были по дороге. Сначала черные такие столбы дыма. И осколки одновременно. Тут же звук снаряда. И тут же эти осколки попали у меня в бедро и в ногу, в голень. Перетянула ногу жгутом. И спасибо соседу. Он меня отвез. Ну пока дозвалось их. Люди тоже прятались в подвалах. И после того, как попало у меня, еще раз шесть где-то снаряды эти падали еще рядом. И все это рядом рвалось. Там все черное было в дыму. А ребенок в подвале кричал. Внучка у меня там осталась. Состояние удовлетворительное. Осколочные ранения бедра и голени в мягких тканях, без повреждения крупных анатомических образований. К ее счастью, к нашему счастью, собственно говоря, тоже. В общем-то, чувствует она себя неплохо. В самом Первомайске второй месяц нет вообще никакой воды. Управление водораспределительной станции находится на территории подконтрольной украинским войскам. Там и перекрыли подачу. По Первомайску ездит водовозка, вокруг которой сразу образуется очередь. Пожилые люди вынуждены носить тяжелые ведра с водой. Запасы делают сразу на несколько дней. Мне позвоночник больной. Так что надо воду нести. В Москве, когда перекрыл воду, сказали, что люди въехали, а не люди остались. Порошенко, будь он трижды проклят, так ему скажите. Идиот такой, старый стерц. На веки вечно, будь они прокляты. И все на свеки там. Ольга Ищенко – вдова погибшего коменданта Первомайска Евгения Ищенко. Сейчас она исполняет обязанности мэра города. Чтобы пережить гибель мужа, с головой ушла в работу. Не можем обхватить все население. Недостаток воды очень сильный. То, что в наших силах, у нас всего лишь четыре машины, которые обслуживают город. Но опять учитывая, что люди сейчас очень-очень изголодавшиеся на воду. Когда решится вопрос с водоснабжением, пока не ясно. Сейчас жители Первомайска больше всего боятся, что украинские артиллеристы снова загонят их в подвалы. Ирина Куксенкова, Руслан Абибакеров. Вести из Луганска.